Баскет-тоту. Ничего себе, кто пришел к нам? На татуировку, что ли, созрел? Неужели? Давай надевай бахилы, пойдем в кабинет. В твоих вот этих вот ботильонах-то нельзя в кабинет-то проходить. Давай-давай. Быстренько. Порошу, можно присесть даже. Ну, во-первых, многих людей очень беспокоит вопрос чистоты и стерильности в тату-салоне. Поэтому я тебе сегодня все подробненько расскажу и покажу. Во-первых, мы с тобой начали с того, что я тебе выдала бахилы, и ты их обязан надеть. Если мастер тебя пускает в кабинет в грязной обуви со следами соли на подошве, ну, такой вопросик. И обрати внимание, чтобы у твоего мастера тоже была сменная обувь, чтобы не было грязи наляпано сверху и так далее. Как правило, мы ходим в тапочках. Кто-то ходит в кроссах. Кому как удобнее. Пум-пу-рум-пум-пум-пум-пум. С пушками. И не забудь обратить внимание на опрятность мастера. Потому что если у него помидорка прилипла, оно такое. Если он не следит за своим внешним видом и вот этой опрятностью, то, возможно, как-то со стерилизацией у него не налажена атмосфера. И обязательно мастер должен быть трезвый. Потому что, конечно, все люди творческие, им нужно что-то принимать для вдохновения. Ага, окей. Но это надо делать дома, не в салоне, ребята. Пойдем, пойдем в кабинет. Здесь снимают баски а-тату? Баски а-тату здесь тоже снимают с тобой же, дебил. Давайте я расскажу все по порядку. Во-первых, в Москве реально дорогая аренда. И многие стату-салоны не обладают большими площадями. Поэтому в моем салоне, конечно, есть вот такие перегородки. Посмотри-ка. Такие прочненькие, такие перегородочки. Но в большинстве салонов их нет. И поэтому, если вдруг ты решишь татуироваться не у меня, обрати внимание, чтобы вокруг тебя было много пространства. Чтобы ты не сидел своей кровавой рукой, кровавой ноге какого-то чужого дяденьки. Обязательно проси поставить ширму, чтобы мастер как-то оградил вас или отодвинул. Потому что вдруг дяденька решит психануть и упасть в обморок от счастья, приобретя новую татуировку, он упадет на тебя и будет как-то неловко. Хотя, может, понравится тебе, я же не знаю, твоих фантазий. Смотри, первое, на что ты должен обратить внимание, когда зашел к тату-мастеру, чтобы рабочая поверхность, где мастер татуирует, и стол, на котором он рисует, это были разные столы. То есть здесь я могу рисовать, что-то творить, но этот столик, именно рабочая поверхность, он железный, и я его могу обрабатывать дезинфицирующими средствами. И обрати внимание, чтобы все вокруг, максимально все, до чего может дотронуться мастер своей кровавой перчаточкой, было замотано пленкой, начиная с того самого стола. То есть у меня здесь идет сначала пищевая пленка, и сверху я уже кладу такую стоматологическую салфетку, которая тоже с, как его называется, с пленочной, с такой основой. Обязательно должен быть замотан спрей батл, обязательно должен замотан быть блок питания, обязательно все провода должны тоже находиться в пленке, или в таких вот крафтовых, не крафтовых, а просто рукава они называются, потому что мастер в процессе может трогать это. Еще раз, обязательно должна быть замотана лампа. Если мастеру в процессе надо будет что-то переставить, он просто, собственно, дотрагивается до той части, которая замотана пленкой. Что еще? Спрашивай, что еще? А что еще? А еще кушетка. Ты уже решил, где делать-то будешь? На голени, думаю. На голени, хорошо, значит мы будем с тобой сидеть. Я тоже заметь. Ты будешь сидеть на кушетке, и обрати внимание, кажется, что здесь постелена только одноразовая пеленка, но снизу я замотала дополнительно кресло пищевой пленкой, чтобы там, где теоретически будет контакт твоей ноги с кушеткой, тоже была дополнительная прослойка, потому что пеленки, конечно, они все пропитываются вот этими выделениями, и как бы мало ли кто до тебя там сидел, а пленка, она просто берется, выкидывается, и она точно ничего не пропускает. Но на всякий случай я еще кладу вот такую одноразовую, опять, стоматологическую салфетку. Если вдруг там будут какие-то выделения, она будет впитывать, и ты не будешь лежать в этом киселе. А если вдруг ты решишь прям сильно-сильно какие-то выделения из себя выделять, тогда я буду использовать вот такую одноразовую пеленку. Узнаешь? Ну, детям ее подкладывают и каким-то животным. Собственно, если там подтекает кровушка и сукровица, то это все впитывается, и ты будешь себя чувствовать сухо и комфортно. Кстати, если вдруг ты решишь изменить место нанесения татуировки, и, например, решишь делать это на руке, тогда мастер будет использовать вот такой холдер для руки. Соответственно, он тоже обязательно должен быть замотан пищевой пленкой. И сверху я уже буду класть мою любимую вот эту вот салфеточку стоматологическую, тоже чтобы твоя рука не прилипала к поверхности. Если вдруг твой мастер, если ты вдруг такой будешь смелый и решишь делать татуировку не у меня, и твой мастер положит прямо на кожаную подушку сразу салфетку, то проси его дополнительно обмотать пленкой, потому что салфетка может упасть, ты туда бухнешь своей рукой, мало ли кто туда бухал, короче, не надо так рисковать. Что еще должно быть замотано пленкой, на что мало обращают внимания? Обязательно ручки-тележки, чтобы он мог безопасно передвигаться, и на стуле есть вот такие рычажки, выше-ниже. Сейчас они у меня не замотаны, но если вдруг мастер будет, потому что я не меняю просто высоту, если мастер будет выше-ниже садиться, то эти части тоже должны быть замотаны пленкой, не кровавой перчаточкой туда-сюда офигарить. А пленочка раз, еще салфеточку вот так вот взял, например, вот так вот раз-раз-раз, поймал, переключил, все вообще четенько, красивенько, как мы любим. Очень важно, если, например, девушка или твой мастер-металист, чтобы его волосы были заколоты, потому что, представь, я такая наклонилась, вот твоя нога, я вот это вот все возюкаю, поэтому, когда я работаю, сейчас у нас съемка, но когда я работаю, я обязательно закалываю волосы в такую дульку, чтобы уж точно она не падала на клиента. Никаких длинных серег, каких-то подвесок и так далее. И очень большая ошибка всех мастеров, в первую очередь для себя, потому что это, ну, как бы опасно, все работают в часах и их не заматывают. Если я на конвенции и работаю в часах, я, собственно, делаю вот таким образом, беру пленочку и заматываю руку с часами. Ну, соответственно, у меня еще перчатки надеты, это все понятно, да? То есть эти часы ни в коем случае, ну, никакого не будет соприкосновения с телом. И вообще, в большинстве случаев, когда я делаю большие татуировки, я обязательно заматываю две руки, потому что я могу совершенно случайным образом докоснуться до человека. То есть вот я, например, работаю и могу случайно возюкнуть по там бедру, да? Это особенно касается, когда ребра или какие-то бедра. Поэтому вот эти части бывают одноразовые такие нарукавники, как у бухгалтеров. Ну, соответственно, я использую просто пленочку. А когда я в обычной жизни, я просто тупо снимаю все украшения, часы и так далее, и откладываю. Я никогда не работаю в украшениях. И всякие кольца, кольца рвут перчатки. Поэтому, если ваш мастер вот в этом во всем возюкает своими золотыми котлами по вашей татуировке, обязательно, давай-ка, скажи, мастер, ну-ка быстро замотал или снял, отдал мне часы, нож горлу. Ну, вот все, как мы любим. Короче, мы приближаемся к татуированию. Пора делать трансфер. Я, собственно, его весь обвела. У меня есть ручка и у меня есть ножницы, которыми я вырезаю. И вот тут обрати внимание, чтобы вот это все не попадало на рабочую поверхность. Трансфер, окей, можно положить. Но ножницы и грязная ручка ни в коем случае не должна попадать именно на то место, где мы будем татуировать. Все это должно производиться на том месте, где мастер рисует. Что еще? Брить тебе пора? Давай, снимай свои штанделя, будем бревать все тебе. Шутки, думаешь, шучу? На самом деле, хочу просто рассказать тебе про бритву. Та бритва, которой тебя бреет мастер, должна быть одноразовая. И она должна быть вот в таком колпачке, который хрен снимешь, а потом не наденешь. И, ну, соответственно, нет смысла экономить на этих бритвах. Ну, мастера бреют, потом все это выкидывают, просто в ведро утилизируют и все. Потому что волосы там нахрен это все надо. Вообще я не понимаю мастеров, которые экономят, потому что они в первую очередь себя не обезопашивают. Соответственно, я тебя побрила, потом обработала асептиком, чтобы у нас была подготовленная кожа. Перевела трансфер с помощью специального трансферного геля, который, собственно, выдаивается прям конкретно для тебя. На перчаточку все это-это пришпонькала, сняла, все, сушишься. Теперь мы с тобой смотрим на рабочий стол. Что должно быть на рабочем столе, когда ты зашел в кабинет? Я тебе расскажу два варианта расходных материалов, которые могут быть на рабочем столе у мастера. Начнем вот с такого наборчика. Что у меня здесь есть? Это тату-машинка, держатели, игла, насадка, одноразовые колпачки под краску, шпатель, ручка и бандажные резиночки. Ну и, соответственно, бритва, про которую я тебе уже говорила, спрей баттл, ну и, собственно, замотанный провод. Все, больше ничего на столе быть не должно. Теперь я буду рассказывать, что для чего нужно. Ну, во-первых, шпатель. Мастер использует в своей работе вазелин. И поэтому, когда ты пришел на сеанс, ты, собственно, мастер при тебе накладывает этот вазелин на салфеточку. Собственно, поставили. Пришло время надевать перчатки. Что я делаю для этого? Конечно же, я для начала обрабатываю руки средством. Обработала. Они пока сушатся, я надеваю перчатки. Вообще, конечно, я их должна была надеть перед тем, как тебя брить. Но так как я тебе просто сегодня рассказываю, я могу себе позволить это сделать сейчас. Итак, перчатки на мне. Что я делаю дальше? Обрати внимание вот на такие маленькие колпачочки. Что это? Это одноразовые колпаки под краску. И мастер обязательно наливает краску только при тебе. Соответственно, краска находится вот в таком, например, баллончике. Мастер открывает, разливает эту красочку. После работы берет эти колпаки, утилизирует. Никто ничего обратного в эту штучку не переливает. Это бред. Потому что экономить 3 копейки, ну, себе дороже. И там, тем более, к концу сеанса ничего не остается. Поэтому этой серии баек, байки из склепа. Помнишь, была такая передача в 90-х? Сколько? Сколько сейчас? Тест на возраст был, кстати. Что дальше? Ты удивишься, что это за железная штучка? Странно выглядит, но это грифель для рисования на коже. То есть, если я захочу на тебе что-то нарисовать, я, собственно, могу им порисовать. Он рисует и по жирной коже, и так далее. Но, грубо говоря, его можно обрабатывать тоже дез-средствами, и ничего страшного. Если мастер берет из пенала свой маркер, потом рисует, а потом в пенал кладет, это не очень хорошая идея. Потому что иногда мастера рисуют прямо на кровавой коже. Ну, как бы, что потом с этим фломастером делать? Только выкидывать. Такое тоже возможно, но это просто очень дорого становится. Так, про бритву рассказала. Значит, что вот это интересное у нас вот в таких вот штучках? Это держатели. Есть совершенно разные типы машинок и так далее. Сейчас я буду рассказывать про эти части. Это держатель. Если он выглядит вот так, во-первых, у него есть вот такой крафт-пакет. Обрати внимание на индикатор. Видишь? Коричневый простерилизован. Если он такого цвета, значит, держатель простерилизован. Как они стерилизуются? Там есть некоторые степени очистки. Там три условно фазы. И когда мастер после того, как он сделал первые две ступени, кладет держатель в автоклав, этот индикатор срабатывает. Если индикатор голубого цвета не проявлен, значит, держатель не простерилизован. Понимаешь? Будь с этим аккуратней. Значит, если держатель выглядит вот так, то к нему должна быть вот такая вот насадка. Насадка тоже вот эта одноразовая. После каждого клиента выкидывается. На ней тоже есть индикатор, до какого года ее можно использовать. Здесь у нас сентябрь 2020 года. Что следующее? Это одноразовая, это многоразовая. Это должно быть простерилизовано, это утилизируется после каждого клиента. Игла. Тоже, кстати, многие думают, что они многоразовые. Нифига они не многоразовые, они тоже утилизируются. Отход иглоса B. В конце я, наверное, еще вернусь к этому. Обрати внимание, она тоже запакована. На ней тоже есть дата. Это 06.2023 год. И тоже есть индикатор. Вообще, везде, где есть индикатор, всегда подписано, какого цвета он должен быть. Не бойся, умоляю, спрашивать у своего мастера все подробности. Мастер, который стерилизует, ему реально нечего скрывать. Если он использует одноразовый расходник и так далее, он тебе все открыто расскажет. Как только начинают мастера на своем эге обижаться, как ты мог подумать. Ну, блин, тебе что, сложно? Ну, это очень странная история. Итак, вот это все мастер должен открывать при тебе. Ни в коем случае ты не должен видеть собранную машинку, когда ты вошел в кабинет. Это как минимум странно. Мастера всегда это делают при клиенте. Что еще, кстати, может быть? Может быть вот такой вот у нас держатель. Он уже в собранном виде. То есть у него многоразовый носик. Он тоже промывается, сначала обрабатывается в ультрасонике, потом стерилизуется. Не суть. Просто я к тому, чтобы ты видел разницу. Может быть вот так, может быть вот так. Если это вот так, то к нему еще должны быть вот такие, вот такой вот носик. Что еще должно быть одноразовое? Это, конечно, вот эта бандажная резиночка, которая натягивается на машинку. И вот такой вот непилечек, который тоже вставляется в иглу. Это все одноразовое. Мастера это все утилизируют. Вообще, кстати, есть еще в принципе одноразовые полностью держатели. Тогда они пластиковые. На них тоже обязательно есть индикаторы со всеми сроками годности и так далее. Но это не совсем прям он. Я про него еще чуть-чуть попозже расскажу. Он для картриджей. Но примерно выглядят они вот так. Я ими не пользуюсь, потому что мне неудобно просто. Ну, соответственно, просто имей в виду, чтобы все-все при тебе распаковывалось. И, кстати, я не буду сейчас машинку собирать, потому что в этом нет просто смысла. Но я тебе хочу показать, почему провод должен быть замотан. Собственно, вот наш клип-корд. Он вставляется в машинку. Ну и, соответственно, если мастер вот здесь вот у нас находится держатель, если мастер в процессе поправляет провод, он должен быть замотан. Если провод в процессе попадает на татуировку, он тоже не должен возюкать. То есть это бывает. Это невозможно там как-то сдержать или так далее. Но, грубо говоря, после клиента это все снимается, обрабатывается, выкидывается. И проблем никаких нет. Не жалейте пленку, товарищи. Ну и мой любимчик спрей баттл. Как я уже говорила, он тоже у меня в пленке. Либо есть такие специальные пакеты. Очень главное, чтобы это было все закрыто. И мастер прямой перчаткой не дотрагивался чисто до носика и так далее. И очень важный, кстати, момент. Вот у нас... Ну, я пользуюсь вот такими салфетками. Мастер не должен грязной перчаткой лазить туда. Поэтому, когда я готовлюсь к клиенту, я просто беру нужное количество примерных салфеток и кладу на стол. Соответственно, беру, вытираю, выкидываю. Если мне нужно еще, я снимаю перчатки, достаю новую партию салфеток, кладу на стол. Я вообще перчатки не жалею. Потому что, если бы мы сейчас с тобой действительно начали делать татуировку, я бы все это приготовила, сняла бы эту пару перчаток, выкинула бы ее, еще раз обработала руки, надела новую и уже приступила бы к нашей с тобой работе. Сейчас я тебе покажу еще один вариант стола, как он может выглядеть. Смотри, я специально взяла один Cheyenne, не запакованный. Я работаю вот на такой машинке. Там их есть много разных производителей и так далее. Но суть в том, что их объединяет, это картриджи. Выглядят они вот так. Они тоже одноразовые, вставляются вот сюда. И, собственно, все прекрасненько у нас работает. Смотри, в чем бывает сложность. Большинство мастеров, вот здесь вот провод у нас, кладут весь Cheyenne, заматывают вот в такую кишку вместе вот с этой насадкой. Вообще эта насадка вот так вот скручивается. И последнее время, к сожалению, я заметила, что пакет в области, вот где-то вот здесь вот начинает рваться. И туда может попадать краска. Поэтому для себя я избрала вот такой вот способ. Я вот эту отдельную часть тоже стерилизую. Выглядит это вот так. Как я уже сказала, здесь есть индикатор. Соответственно, после каждого клиента я обрабатываю, закидываю в крафт-пакет, закидываю в автоклав. Кстати, про автоклав. Вообще большинство салонов использует сухожар, потому что он подешевле. Но поговорив с большим количеством медиков, я пришла к выводу, что автоклав все-таки больше дает гарантию на стерильность. И у нас в салоне стоит автоклав. Поэтому не знаю, что лучше, но вот эти маленькие сухожировые шкафы, они тоже обязательно проявляют этот индикатор. И, собственно, вы можете попросить, например, мастера спросить, что у вас там в салоне стоит. Это не суть важно, но он должен быть обязательно в салоне. Меня очень пугают салоны, в которых нет ни того, ни другого. Это как-то подозрительно. И еще про крафт-пакеты. Вот это комбинированный крафт-пакет. Он состоит из такого пластика и бумажного задника. Есть еще вот такие вот бумажные пакеты. Я ими не пользуюсь, поэтому индикатор не проявлен. Собственно, вот он у нас, ну, такого белого цвета. Если он с воздухом стерилизовался, то он становится бежевым. Ну, то есть в цвет вот этой штуки. Если он с паром, соответственно, в сухожаре и так далее, то он становится розовым. И вот с этими штуками у меня была такая история. Я была на маникюре, и мастер по маникюру достает, они обычно вот такие используют пакеты, как, кстати, в сухожаре. Она достает и, ну, вот такого цвета индикатор. Я у нее спрашиваю, а почему индикатор не проявлен? Ну, типа, она говорит, ой, вы знаете, мы что-то открыли, потом что-то клиентка отказалась, и мы обратно запихнули. Короче, я ее заставила достать мне набор инструментов, которые были с индикатором. И на маникюре тоже, пожалуйста, следите, потому что не все это обращают внимание. Большинство людей думают, что если при них вскрыли пакет, то это стерильно. А вот нифига, не всегда это так. Вернемся к самому устройству. И, собственно, вот он у меня запакованный, вот он не запакованный, да, выглядит. Вот эту часть, как я и сказала, откручиваю. Соответственно, вот эта часть бывает одноразовая. Выглядит она вот так. И сейчас в своих работах, если у меня нету, например, простерилизованных вот этих частей, я беру просто одноразовую, накручиваю ее поверх пакета. На ней вот, пожалуйста, ну вот оно простерилизовано до 0,8-20. Сверху я вставляю картридж, на котором тоже, соответственно, все индикаторы, все сроки годности есть. Он вставляется в эту штучку, и я работаю максимально безопасно, как это возможно. Теперь про картриджи. Вот эти картриджи бывают совсем китайские, давайте так это назовем. И эти картриджи отличаются тем, что у них стоит мембрана вот в этой части, и когда краска набирается в носик, краска никаким образом не может пролезть дальше. Если этой мембраны не стоит, то краска может попасть в мотор, ну, соответственно, там из мотора, ну, или в какие-то части. Мотор потом тоже передаст, ну, то есть это все опасно. Поэтому, ну, есть очень много сейчас хороших производителей, кто тоже делает эту мембрану. Просто чтобы ваш мастер не использовал самые такие гнойные китайские штучки, это как бы обращаю обязательно на это внимание. Потом эти картриджи могут вставляться вот в этот держатель, который я про прошлый стол рассказывала. Собственно, тогда это тоже должно быть все одноразово. В общем, сейчас очень много информации, тебе, наверное, будет сложновато во всем сразу разобраться. Как я уже говорила, не забывай просто задавать прямые вопросы мастер. Мастер с удовольствием спокойно вам все расскажет, это ничего страшного, это безопасность. Ты в ответе за свое тело, поэтому все это хорошенечко узнавай. И про перчатки, кстати, уже хотела про перчатки сказать. Смотри, значит, когда я обменяю перчатки, я беру перчатку и выкидываю ее. А некоторые мастера берут перчатку, кладут ее на грязный стол, она там лежит-лежит. И потом они такие, а сэкономлю я 3 рубля. И начинают так вот вдувать обратно, потом что-то навозюкивать, вот это вот не влезает. Короче, они все в этой крови, грязи и краски. Ну, не надо так. Раз, выкинули. Все, собственно, чистенько, хорошо. И вот у меня еще появился на столе вот такой красный стаканчик. Мы используем воду в процессе татуирования часто. Там разбавляем пигмент или что-то такое. За этим, конечно, наверное, сложно проследить. Но если мастер набирает при вас воду из крана в стаканчик, надо насторожиться. У нас там, собственно, есть вообще разные варианты, откуда берут эту воду. Главное, не из-под крана, товарищи. Про стаканчик еще показываю фокус. Как я уже говорила, мастера промывают иглы в воде. И, соответственно, ее нельзя выливать никуда, там, в раковину и так далее. Поэтому вот таким образом мы делаем фокус. Обрати внимание, да, жиденько. У нас тут все жиденько, жиденько. И я делаю так. Так, Вован, пой песню цирковую. Нет, там тынь-тынь-тыринь-тыринь-тыринь. Вот это должно быть. Смотри. Круто, круто, круто. Оп-оп, оп-оп, оп. И оно не выливается. То есть и на конвенциях так все работают, и в стату-салонах, чтобы не распространять, в общем, ничего лишнего вокруг. Потом это просто утилизируешь вместе со всем. Соответственно, после процедуры я все лишнее, ну, например, держатель скручиваю, замачиваю в специальном средстве. Снимаю пленку со спрей батла. То есть я ее вот так вот сняла, 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 сняла. Ну, это я все делаю в перчатках. Мастера это делают в перчатках. Просто мы сейчас с тобой не работали, поэтому я тебе показываю. Соответственно, забрызгиваю его тоже средством. Потом, соответственно, тоже снимаю отсюда. Все это лишнее сворачиваю. Собственно, почему так удобно работать с этим пластиком? Сворачиваю вот так вот весь столик. Пум-пум-пум-пум-пум. И утилизирую. Иглы утилизируются в специальные ведра. Вот так они выглядят. Это отходы класса B. И у хороших салонов есть специальный договор на оказание услуг по вывозу и утилизации этих игл. Собственно, этим отличаются ответственные тату-мастера от безответственных. Кто-то закапывает в лесу. Это если еще закапывает. А кто-то просто в ведро выкидывает. Поэтому, ну, это уже, наверное, про карму. Карма из-за бич, товарищи. И, возможно, если вы позаботитесь о безопасности себя, о клиента, там, и ты позаботишься о своей безопасности, то это вернется, и все будет классно. Ну что, тебе все понятно? Да. Точно? Будешь следить за всем? А за татуировку ухаживать будешь? Клянись. Нет, не разговариваешь со мной? Давай, давай, отползай, давай.